Привет, друзья! Слава Украине! Мы покажем, как сделать глиняный раствор для камня. Можно использовать для кипяча, для забутовки и для штукатурки. Что можно сделать с глиной? Все, что угодно. Подпорную стену можно построить. Даже если сделать опалубку и залить туда глиняный бетон, то есть глина с камнями, то можно взять камни с кулаком. Потом камни высыхают, снимайте опалубку. Никуда эта стена не денется. Если вы ее побелите известью и сверху, она будет стоять. С глиной можно сделать все, что угодно. Только знать правильные компоненты. Этот дом каменный, сложенный на глиняный раствор. Может быть, земляной. Глина медленно засыхает. Вот это минус. Как бы минус! А с другой стороны никакой это не минус. Это нормально. Потому что чем медленнее засыхает, тем лучше он сватывает, тем меньше поддается разрушению. То есть треск, тем это лучше. Мазать, как масло на хлеб. Да, очень не такой хороший материал. Глина. Я поверил в этот материал. На данный момент мы делаем печку на глиняный раствор. Если мы делаем на цементный раствор, то, что глина у нас потрескается и будет откалываться. Глина держится там, где нет сырости, там, где есть огонь, она хорошо держит огонь. На примере печки я покажу вам, как делается раствор. Один раствор делается для кладки керамики. Подсобник простым миксером сбивает глину. Вот она глина. Это и есть глина, которую мы используем. Можно глину сеять. Эту глину мы вот насеяли. Вот она, смотрите, глина. Обыкновенная глина, сеянная глина, как земля. Ну, яркая. Можно глину просто брать, если это, допустим, средняя полоса, там глина такая, что ее сеять не надо. Если это Греция, то глина такая, что ее надо сеять от камней, от определенной сыта, или самая обыкновенная земля, и из нее раствор, конечно, вязкость немножко мешает работать. Но для того, чтобы избавиться от этой вязкости, добавляют отсел. Глина и известь. Плюс отсел. И я думаю, что это идеальный раствор для кладки кирпича или камня. Потому что известь сушит, она не пропускает влажность. И даже если в глине попадает влага и образовываются грибки, она начинает просто сжигать эти все грибки. Известь постоянно работает, постоянно циркулирует. Мне еще понравилась глина, то, что если руки в воде, и она не пристает. Вот с чего там надо строить. Яскость, крепость, экологичность. Это самое главное. Второй раствор для забутовки. Если я говорю, что для раствора надо глину сеять через определенное сыто. Так, для забутовки. Зачем ее сеять? Просто выбирать большие камни, а всю остальную глину перемешивать тоже самое бетономешалки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И заливать, запутовывать с большими камнями, топить большие камни в глине, и все это будет стоять очень долго и хорошо. Как сделать тот или иной раствор в пропорции, о которых вы будете спрашивать? Пропорции каждый мастер будет искать на месте, потому что состав раствора зависит от вашей глины. Какая консистенция может быть или какая должна быть? Каждый мастер выбирает свою консистенцию. Допустим, если вы будете руками работать с глиной, в рукавичках или водичках, то не имеет значения, какая вязкость. Но если вы работаете мастерком, и хотите создать самый натуральный раствор, так, чтобы глина не прилипала к мастерку, то возможно создать такую консистенцию, просто добавлять каменный отсев, то есть дробленный камень, песок. Глиняный раствор, с ним можно работать, как цементным раствором, и этим хороша глина. Допустим, если это штукатурка, он будет работать только с глиной, то будет немного добавлять мелкого песка. Если это, допустим, кладка камня, то обязательно нужно добавлять отсев, для того, чтобы глина не садилась быстро, чтобы камень садился на отсев, и создавался определенный зазорчик. Если это для кладки кирпича, то там, может быть, мелкий песок может добавляться. Все эти технологии, при современных технологиях, они старые, все забываются, и люди платят большие, огромнейшие деньги, за что? За то, чтобы их дома принимали сырость, втягивали сырость. Да, я понимаю, там девятиэтажка, делай ее бетонную, но зачем тебе одноэтажный дом с цементным раствором, если ты можешь сделать дешевле и прочнее, потому что одноэтажный дом не требует много, он требует просто твердости, а глина имеет эту твердость, и если туда не попадает влага, он будет стоять хорошо и долго. Все старые дома, которые мы разбирали, которые мы видели, они сложены на глину, они сложены на земельный раствор. Даже я встречал каменный дом, сложенный на песчано-глиняный раствор. И стоят такие дома по много лет, если туда, между камнями, вот смотрите, вот так давайте, от одной косточки к второй, это как бы стена такая, а вот внутри перевязка камней, и так, если посмотрите, перевязка, и так, если посмотрите, вертикальная перевязка. Так вот, вот эти камни стоят на глину, а между ними там расклеен, и если в эту перевязку, вот сюда, вот эту перевязку, вот если вот, вот она, вот она, ну да, вот сюда, посредине не попадает вода, такая глиняная кладка, она практически не поддается разрушению. Если, скажем так, попадает вода, глина разбухает, и она потом начинает двигать камнями, двигать камнями. На самом деле, глина по твердости очень идеальный материал, если она сухая. Пластичность глины сочетается с огромной прочностью. Вот я даже смотрю, другой раз, привозят какой-то песок такой, из других островов к нам на Патмос. Но в этом песке существует какое-то количество глины. Если этот песок намочить, а потом оставить на некоторое время под солнцем, потом даже киркой нереально удолбить. Нереально, потому что насколько застывает, насколько трамбуется, она оседает, что она становится как бетон. И единственное, что только надо или размачивать как-то, или, я не знаю, чтобы удолбить этот песок. Поэтому это самый прочный материал. Но если в этот песок с этим добавлением глины добавить извести, это вообще супер раствор получается, потому что он, когда засыхает, он становится как камень. Единственный минус, что глина медленно сохнет. Если раствор, допустим, 2-3 часа уже, ну а в хорошую погоду, в солнечную погоду, его вообще нереально удолбить. Но если это глина, она медленно сохнет, то есть нельзя там камень на камень быстро-быстро выгнать вверх. Нужно проложить ряд, и пошел по кругу этот ряд. Каждый день ряд, 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 и нижние слои глины остывали за сутки. То есть строить по рядам, и глина будет успевать высыхать, и это будет прочно. А вот если цементный раствор, ну там можно даже 2-3 ряда проложить в день, и он быстро высыхает. Единственное, конечно, не торопиться, смотря какая погода, потому что, если это зима, так и может и 3 ряда нельзя класть, потому что он не застывает. А если это лето, так он буквально, ты пока 2-3 камня поставил, уже оно все застыло, уже все схватилось, уже аккуратненько можно и 2-3 ряд ставить. В глине это как бы такой минус. Ну и то, я бы не сказал, что это большой минус, потому что она медленно застывает, и долго размокает. Потому что если, скажем так, идут дожди, вот есть такие глиняные поля, или, допустим, дороги, вода вообще не впитывается. Вот никак не впитывается. Глина, когда набирает в себя достаточное количество воды, она больше не поглощает ее. Потом она держит воду. У нее нет жадности, как песок. Раз, сколько ванилили, он все-все-все берет на себя. Если взять остров Патмос, у нас вот глиняные крыши, вот именно глиной засыпали эти крыши, и глина не пропускала воду. В старину, знаете, существовали определенные технологии, когда глиной обмазывали колодцы, и эти колодцы держали воду. И до сейчас, когда идет война на Украине, мне сегодня прислал один подписчик, что он с глины построил полностью дом, то есть глина и разные другие материалы, и даже плитку, не керамическую, а вот обыкновенную ванную плитку, положил на глину. То есть, и с этим можно согласиться, это нормально. Она будет стоять, она никуда не денется, потому что она со всех сторон засасана в глину. И куда она наденется? Никуда. И поэтому, сейчас люди строят, если нет денег, строят из глины, обмазывают. Я помню, я жил на Украине, там тоже глиняные, вот эти саманные дома. Но я вам предлагаю, не саманные дома, я вам предлагаю камень на глину. Можно построить целый дом глиняный, и он может стоять. А еще, если этот дом цементный раствор, можно сделать расшивку. И что с такой конструкцией может случиться? Ничего, вообще ничего. Если камень класть на глину, то можно и двух- и трехэтажные дома сделать. Но плюс тому, существует армопояса, если еще будет в таком здании армопояса, это вообще супер, это вообще будет классно держать. Поэтому глину надо рассматривать как серьезный материал, причем это самый экологичный материал, который существует на сегодняшний день. Больше экологичнее, и нету, нету, нету. Назовите мне хоть один материал. Если вы где-то проезжаете в определенных местах дороги, и там идет глина с камнями, где когда-то бульдозер прогорнули, если вы посмотрите внимательно, практически эта стенка вертикально стоит, и под воздействием ветра, дождя, снега, с ней ничего не происходит. Сама же стоит, никуда он не девается. Это просто камень, даже мелкие камни вместе с глиной. И чем больше камней, тем больше этой связки, тем прочнее стена. В таком случае, если делать в виде бетона, можно строить те самые дома, то есть глина и щебень, крупные можно дать щебень. И чем крупнее, тем лучше. Бетономешалку заливать прямо стены, и все это будет стоять, как саман. Если залить в опалубку, то это все будет стоять. Причем в теперешнее время, когда война прошла, все унесло, деньги унесло, экономика унесла. Как сделать быстро, чтобы она стояла? Конечно, за счет глины можно строить дома. И потом сам глиняный дом дышит. Он самозаживляется. Он долговечный. Глина имеет очень такую вязкость. Глина имеет лечебные свойства. Она имеет водостойкость. И зачем брать цементный раствор, который потом сырость пропускает, и влагу пропускает, и цемент всасывает в себя влагу сильнее, чем глина. В цементном растворе поставил камень на цементный раствор. Вот как поставил, так и он стоит. Глина же, она циркулирует еще. Она разбухает внутри, сжимается, разжимается. И поэтому глиняный дом, он как бы хороший, он не принимает сырость. Вот у нас дом, у нас нет сырости. Хотя во многих домах цементных, там полно сырости. Вот вы если кирпичный дом, там, допустим, сложенный по всем технологиям, там, то есть кирпич, пенополистирол, и еще раз кирпич, штукатурка, и все остальное там. И это, этот дом принимает сырость, и все сыреют стены. У нас же нету сырых стен, у нас нет черных стен, у нас нет плесени. Поэтому глина, это эксклюзивный материал, он делает лучше свою функцию, чем цементный раствор. За счет глины и камня можно создавать самые дешевые постройки, самое дешевое строительство, потому что не надо за цемент платить, не надо там платить за песок, привозить, вот там, копали котлован, вот там глина, простая земля, вот, вы можете на нее класть камень. Просто приспособиться, просто научиться с этим работать, и все, и это становится экологично чистый дом. Вот сейчас такое время, что кто-то работает, кто-то не работает, кто-то потерял работу. Я как-нибудь покажу вам, как можно класть на глиняный раствор камень без обработки, и потом делать поверхностную штукатурку, так сказать, расшивку, и это будет смотреться очень хорошо, и я думаю, что в ближайшее время мы начнем делать такие и такие дома, и я думаю, что все старое возвращается, все старое становится новым. Поэтому, стройте из камня, мастера, зарабатывайте!